В минувшие выходные на территории пляжа Левадия прошел межведомственный профилактический рейд с целью выявления и пресечения незаконно-предпринимательской деятельности и на применение контрольно-кассовой техники. В рейде приняли участие сотрудники правоохранительных органов и администрация Находкинского городского округа. Чем этот чек не устроил? На данной торговой точке отсутствует кассовый аппарат, выдают потребитель товарный чек, либо чек с терминала эквайринга о том, что списание денежных средств произошло. Он не является кассовым чеком, потому что кассовый чек должен содержать обязательные реквизиты, это пер-код, название, именное название предпринимателя и так далее. Все эти документы не являются документами, подтверждающими расчет. Цель проведения мероприятия заключалась в уведомлении и консультации предпринимателей о необходимости применения контрольно-кассовой техники, а также об ответственности, которая предусмотрена за неприменение данного аппарата. В любом случае, вам кассовый аппарат никто не будет поставить и применять его. Сейчас саморазгар, думаю, чем быстрее его сделать, тем меньше негативных последствий мы не делаем. В законном предусмотрении приостановка деятельности вплоть до 90 суток. Так, на пляжах Левадии и Находке организован налоговый пост. Основная задача – контроль предпринимательской деятельности на месте. Инспектор, находящийся прямо на территории пляжа, может оперативно отреагировать на жалобу на нарушения. Например, если вам не выдали кассовый чек за оказанную услугу или указали не ту сумму. По общему правилу, за каждый расчет, будь это услуга, либо продажа товара, предприниматель обязан выдать кассовый чек. Кассовый чек – это гарантия защиты ваших прав, имею в виду сейчас про потребителя. Соответственно, если чек не выдают, то возникает вопрос, в легальном ли поле работает данный субъект предпринимательства. По факту, неприменение контрольной кассовой техники является нарушением, ответственность за которое предусмотрено кодексом об административных правонарушениях 14.5 статья. Для индивидуальных предпринимателей это минимальный штраф 10 тысяч рублей, для юридических лиц от 30 тысяч рублей. Также Федеральная налоговая служба разработала бесплатное мобильное приложение «Проверка кассового чека». Оно позволяет просто и быстро проверить чеки по QR-коду, сообщать о выявленных нарушениях, а также ботовать жалобы. На кассовом чеке есть обязательный реквизит – это QR-код. С помощью мобильного приложения мы наводим на QR-код, мобильное приложение сразу же нам показывает, чек корректен, либо некорректен. С помощью этого мобильного приложения мы можем также написать, буквально два клика сделать и направить обращение в Федеральную налоговую службу. Данное обращение сразу берется в работу, зарегистрировано и проводится в соответствующем мероприятии. В ходе рейда был выявлен ряд нарушений. Предприниматели, не соблюдающие соответствующие правила работы, будут проконтролированы сотрудниками правоохранительных органов. Их деятельность будет отслеживаться для исправления всех выявленных нарушений. Анна Дьякова, Новости на Восьмом. Продолжение следует...